Это вы решите. Дальше. А сейчас вроде хорошо. Ну, мы вроде взяли нормальных людей, у нас все в порядке. Ждите. Пока опять начнется. Если мы систему мотивации не изменяли, да, система подходит, то, видимо, люди уходят из-за этого в том числе. Если мы наняли людей и на этом остановились, да, то, видимо, следующие люди, даже вначале очень хорошие, интересные, через какое-то время попадут в ту же систему. Они тоже, видимо, испытают какую-то ненависть. Пример. Но, например, развитие системы мотивации, это безусловно мероприятие одно, или проект B, или мероприятие в эту сторону безусловно B. Я никогда не скажу, что это A. Это B. То есть это можно сделать не сегодня, а завтра, а завтра, а через неделю, не через неделю, а через месяц. Да. Ну, через месяц тоже надо что-то делать. И вообще лучше иметь не одно мероприятие, а проект, которое системно реализовывается. Если мы этим пренебрегли, тогда готовьтесь латать дырки, которые будут, естественно, возникать. То есть большая текучка – это же не причина, как вы принимаете, а следствие. В следствии чему? Видимо, чего-то. И вот на текучку время у нас есть. Это горит. Да, вот, последствия. А на профилактику у нас времени нет. Ну, его сначала надо найти. То есть его надо откуда-то сначала взять, и тогда через какое-то время снизится пожар. Потому что первое время мы не можем отказаться от тушения пожаров. Но если мы не будем изыскивать время на профилактику, на проактивные мероприятия пожары будут только шире. Да, значит, сначала нам приходится в первой ситуации быть очень трудно. Значит, у нас есть постоянные пожары, которые мы не можем не гасить. И одновременно с этим мы должны изыскать дополнительное время на разработку и внедрение профилактических мероприятий. Если же мы будем гасить пожары, радоваться и валиться отдыхать, пожаром будет возникать диагностические прогрессии. Пожаром все равно, есть ли у вас время заниматься профилактикой. Надо найти. Время всегда есть 24 часа в сутки. Вопрос, на что мы его тратим. Поскольку мы не можем расширить время, мы можем менять приоритеты. И очень часто мероприятия категории B, это то, про что как раз и говорят. Да-да, мы знаем, что это очень важно, но у нас пока нет времени. Помните, я говорил вчера, нет времени, означает вопрос, нет приоритета. А кто приоритетами у нас управляет? Я полагаю, что мы сами. Правильно? Да-да, это очень важно, мы давно хотели это сделать, но у нас сейчас пока нет времени. Силонизм, да-да, господи. Это означает, что достаточно умеет, чтобы не отрицать очевидного, и тем не менее, внутренне не считает, что без этого он не может обойтись. Это рассматривается как некое ритуальное действие. Ну да, говорят, что это нужно. Но не сейчас. Вот порядок наведем и займемся мотивацией. А вы его не наведете. Потому что порядок это и следствие, в том числе мотивации. Или в том числе намерение регулярно волнуешь. А не наоборот. Вот наведем порядок, и тогда я этим не займемся. Для чего? В ритуальном порядке расставлять полгода? Ну, смысл. Если порядок можно было навести, или добиться увеличения оборота без этого, зачем тогда это вообще делать? Вот. Это Б. С. Срочность максимальная, ладость принимает. Как с ними поступаем? Цель. Важно. Срочность максимальная, ладость принимает. Как с ними поступаем? По-разному. Действие первое. Делегируем. Есть такое правило, что может быть делегировано, обязанно быть делегированным. Действие второе. Пишите слова. Мешки с песком. Воздушный шар. Ассоциация. На нем мешки с песком. Когда шар теряет высоту, мешки сбрасывают. То есть мероприятие С. Можно выполнить самому, если есть время. Если нет времени, к черту их. Закомню, работа всегда больше, чем время. Руководитель должен понимать, что можно не выполнить. Да, это срочно, но не важно. А раз не важно, что будет, если это не выполнить? Ничего. Что мы решим, если выполнить? Тоже сильно ничего, раз оно не важно. И, наконец, действие третье. Группировка. Группировка. Значит, что такое группировка? Если ряд работ категорий С все-таки надо выполнить, то я бы посоветовал их сгруппировать в какое-то единое мероприятие в продолжительности 2 часа и просто выполнить необходимые на борт С10. Да, кстати, группировка – один из хороших способов оптимизации работы. Часто, если работают в Цель, их удобно собрать как бы в один мешок, в один блок и выполнить все, если нужно. Кстати, противорез АТОМ обычно эти мероприятия распихивают под ним, да, и они как орехи под ногами все время валяются и сбиваются на сроки. Кстати, за открытую почту на автоке я бы вообще расстрелял. Ну, за, если постоянно открытую на почту. Потому что все время сразу будешь отвечать, что-то там убирать, можно есть. На почту, в принципе, отвечают два раза в день или в день. В принципе, допустимое пользование почтой, как правило, это за 1 сутки. Категория Д. Ну, генерал вызывал универсовую корзинку, он жил в период бумажного оборота. То есть задачи неважные или срочные, мероприятия все должны выбрасываться. Нечего их читать, у меня есть свои письма, всякие прощи. Но, в чем тут проблема? Любой руководитель руководства заявит, что он и так занимается исключительно важными срочными давлениями. Черт возьмет. Когда мы это делаем в уме, мы как раз часто путаем работу приятную с работой важной. Дело в том, что, кроме того, вопросы Ц и Д, они часто легкие и иногда интересные. Часто приятные. Мероприятия категория АЭБ, трудоемкие. Там не сразу видят результат, требуется поломать голову. Поэтому делайте их часто. Часто это связано с моральными издержками. Делайте их и хочется. И очень часто руководитель, не декомпозировав большую работу, радостно бросается в лопатях мероприятия Ц и Д, в лопатях, в конце дня говорит, что черт опять не успел. Ну, или она говорит, как тут успеешь, какая-то такая текучка. А она все время падает. Да, она падает и будет падать. То есть мы не можем прекратить текучку. Мы все время, как выскорители какую-то частицу, бомбардируют поток какой-то информации, информационной интервенции. Это звонки, это телефоны, это какие-то письма, это почта бумажная, это подчиненные, это партнеры. То есть руководитель постоянно пробивается сквозь поток интервенции информационной. И самая большая ошибка – пытаться сквозь него прорваться и там уже начать работать. Вечеринник, когда не прорвется, он растет. И это от вас не зависит. Вы не можете прекратить этот поток информационной интервенции. А вот уметь в нем работать – это важно. Методика называется вот эта опыта и фуна. Говорят, что центр и фуна спокойствия. И вот ошибка – пытаться ругаться на процесс, на информационную интервенцию, пытаться с него прорваться за счет ускорения. Или там вот я сейчас это все перевопачиваю, а там уже начнем работать. Не начнете, там снова новая работа. Поэтому как раз очень важно, руководитель должен обладать чувством здорового афигизма. И помнить первый парадокс планирования, что работа всегда больше, чем менее. Поэтому бесполезно пытаться сделать все, бесполезно пытаться прекратить этот поток. Он никогда не прекратится. Бесполезно пытаться прорваться сквозь этот поток, потому что дальше этот поток растет. А что правильно делать? В этом потоке выбирать А и Б – это выполнять в первую очередь. А остальное получится. Д можно сохранить для удовольствия. И как раз руководитель все равно будет делать Ц и Д. Но тогда хотя бы понимаете, что вы не занимаетесь 2 миллиона. То есть, знаете, когда на мороженом написать крупный, сколько у него килоковой, это отбивает удовольствие.